Сложение и вычитание десятичных дробей Сегодня на уроке мы продолжим с вами выполнять действия сложения и вычитания с десятичных дробей Итак, я предлагаю вам заполнить данную таблицу Посчитайте устно значения суммы чисел и значения разности чисел данных в первом и втором столбцах Проверяем Сумма чисел 0,7 и 0,3 равна единице Разность данных чисел равна 0,4 Сумма чисел 3 и 2,2 равна 5,2 Разность этих чисел равна 0,8 Сумма чисел 7,6 и 7 равна 14,6 Разность 0,6 Сумма чисел 2,4 и 0,6 равна 3 Разность 1,8 Сумма чисел 0,75 и 0,25 равна 1 Разность 0,5 В следующем задании нужно вычислить, применяя переместительное и сочетательное свойства сложения Итак, найдем пары таких чисел, сумма которых будет равна натуральному числу Это сумма чисел 10,01 и 0,99 4,13 и 1,87 8,08 и 5,92 В результате мы получаем сумма чисел 10,01 и 0,99 равна 11 Сумма чисел 8,08 и 5,92 равна 14 Сумма чисел 4,13 и 1,87 равна 6 Далее мы находим сумму чисел 14 и 6 И получаем ответ равен 31 В следующем задании аналогично вычислить нужно, применяя переместительное и сочетательное свойства сложения Это задание, ребята, попробуйте выполнить самостоятельно Итак, выполним проверку Найдем сумму десятичных дробей 1,3 и 2,7 Далее сгруппируем 3,5 и 0,5 И 0,6 и 1,4 Найдем полученные суммы Итак, 1,3 и 2,7 равно 4 Сумма десятичных дробей 3,5 и 0,5 тоже равна 4 И сумма десятичных дробей 0,6 и 1,4 равна 2 В результате мы получаем 10 В следующем задании вычислим, применяя переместительное и сочетательное свойства сложения Внимательно посмотрите, например, и сгруппируйте слагаемые Итак, проверим, что у вас получилось Мы группируем слагаемые таким образом 0,91 и 0,209 4,83 и 5,117 И 4,127 и 1,373 Получаем сумма в первой скобке равна 0,3 Сумма во второй скобке равна 9,2 И сумма десятичных дробей в третьей скобке равна 5,5 В результате мы получаем сумма чисел данных равна 15 Итак, ребята, в следующем задании нужно заменить звездочки цифрами Я предлагаю вам данное задание выполнить самостоятельно Проверяем, что у вас получилось Здесь вместо звездочки подставили 2 Так как разность чисел 9 и 2 равна 7 Далее вместо звездочки мы подставили 2 От 12 отнять 8 мы получаем 4 Далее вместо звездочки мы подставили 7 Так как разность чисел 11 и 7 равна 4 Далее вместо звездочки мы подставили 4 Так как здесь десяток мы уже занимали И от 3 отнять 2 мы получим 1 В следующем примере Вместо звездочки мы подставили 5 Здесь вместо звездочки мы подставили 1 так как от 7 мы отнимаем 1, получаем 6. Далее у нас, посмотрите, здесь 8, значит, мы от 8 отняли 0, получили 8. Далее от 6 мы можем отнять 0, чтобы получить 6. И 2 мы просто сносим. Значит, мы подставили звездочки в таком порядке. 2, 0, 8, 1, 5. В следующем примере звездочки расставили таким образом. Здесь мы поставили 1, далее 2, 7 и 3. Решим следующую задачу. Из города А в город С вылетел самолет. Через 3,2 часа он сделал посадку в городе Б, в котором находился 45 минут. Затем он взлетел и через 2,4 часа долетел до города С. Сколько часов потребовалось самолету для преодоления пути? Прежде чем решить данную задачу, мы переведем с вами 45 минут в часы. Для этого мы 45 разделим на 60, дробь сокращаем. Число 3,4 мы представим в виде десятичной дроби и получим 0,75 часа. Для того, чтобы найти, сколько часов потребовалось самолету для преодоления всего пути, мы находим сумму следующих чисел. 3,2, 0,75 и 2,4. 3,2 самолет летел до посадки, 0,75 часа он находился на посадке и 2,4 он потратил для того, чтобы долететь после посадки до города. Записываем ответ задачи. 6,35 часа находился самолет в полете. Итак, рассмотрим решение следующей задачи. Пакет может выдержать не более 5,9 килограмма груза. Можно ли положить в него 0,85 килограмма конфет, 3,5 килограмма печенья и 2,8 килограмма яблок. Итак, ребята, определите, может ли пакет выдержать данный набор продуктов. Проверяем. Найдем общую сумму веса данных продуктов. Итак, мы получаем 7,15 килограмм. 7,15 килограмма больше, чем 5,9 килограмма. Значит, данные продукты положить в пакет нельзя. Разберем еще один пример. Пакет может выдержать не больше 4,3 килограмма груза. Можно ли положить в него 0,9 килограмма зефира, 0,5 килограмма мармелада, 2,15 килограмма мандарин и 0,5 килограмма печенья. Проверяем. Поместили ли вы в пакет данный набор продуктов. Итак, находим сумму веса данных продуктов. В результате получаем 4,05 килограмма. Значит, данный набор продуктов мы легко можем уместить в пакет. 4,05 меньше, чем 4,3. Значит, данные продукты можно положить в пакет. Подведем итог урока. Сегодня на уроке мы учились выполнять сложение и вычитание десятичных тропей. Использовали переместительное и сочетательное свойства при выполнении действий. На этом, ребята, наш урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok